Всем привет! Сегодня я буду рисовать мордочку медведя. Портрет медведя у меня будет в нескольких вариантах. Я взяла для своего рисунка аж 5 фломастеров. И также один карандашик. Попробую еще нарисовать вариант коричневым карандашом, если вдруг у кого-то нет хорошего коричневого фломастера. Итак, обязательные фломастеры черный, коричневый потемнее, коричневый посветлее. У меня будет вариант светлого медведя. Сделать светло-коричневый и очень светлый. И еще вариант я нарисую медведику зеленые глазки. Но всего для рисунка достаточно только три фломастера. И рисунок будет небольшой, простой, маленький. По ширине рисунок будет занимать 10,5 сантиметров или 21 клеточка. И по высоте рисуночек будет занимать всего 19 клеточек или 9,5 сантиметров. Сначала берем черный фломастер и нарисуем контур медведика. В верхней части странички, это будет верхний край рисунка, по серединке отмечаем 5 клеточек по горизонтали и и зарисовываем 5 клеточек по горизонтали. От крайней клеточки справа идем вниз, по диагонали отметим клеточку и еще одну вправо и зарисуем здесь две клеточки. От этой клетки по диагонали вниз. Прово еще одну клеточку зарисуем. От этой клетки идем вверх, по диагонали вправо. И вправо еще всего три клеточки зарисовываем По горизонтали. От крайней клеточки справа по диагонали вниз. Вправо отмечаем клеточку. Идем вниз, всего 4 клеточки по вертикали зарисуем. От нижней клеточки поворачиваем влево на том же уровне. И вниз рисуем полосочку. Всего 4 клеточки по вертикали зарисуем. От нижней клеточки поворачиваем вправо на том же уровне и зарисовываем одну клеточку. От этой клеточки по диагонали вниз вправо отмечаем клеточку и идем вниз. Всего зарисовываем 3 клеточки. От нижней клеточки поворачиваем по диагонали вниз влево и еще одну клеточку вниз. Всего 2 клеточки зарисовываем. От нижней клеточки по диагонали вниз влево зарисуем одну клеточку. От этой одной клеточки еще по диагонали вниз влево, зарисовываем еще одну клеточку. От этой клеточки по диагонали вниз влево, отмечаем клеточку, и еще одну влево. Всего две клеточки по горизонтали, зарисовываем. От крайней клеточки по диагонали вниз влево, зарисуем еще одну клеточку. И от этой клеточки по диагонали вниз влево, поставим точку. Здесь будет контур уже заканчиваться. Сейчас мы дорисуем здесь слева контур и соединим просто две точки. Возвращаемся к верхней части рисунка. От крайней клеточки слева по диагонали вниз влево отмечаем клеточку и влево еще одну. Всего две клеточки зарисуем по горизонтали. От этой клеточки по диагонали вниз влево зарисуем одну клеточку. От этой клеточки вверх по диагонали влево и еще влево. Всего 3 клеточки по горизонтали зарисовываем. От крайней клеточки идем вниз по диагонали влево. И вниз зарисуем полосочку по вертикали 4 клеточки. От нижней клеточки поворачиваем вправо, зарисуем одну клеточку на том же уровне. И от этой клеточки вниз рисуем полосочку 3 клеточки по вертикали. От нижней клеточки поворачиваем влево, зарисовываем одну клеточку. Теперь от этой клеточки по диагонали влево-вниз отмечаем клеточку и рисуем вниз полосочку всего 3 клеточки по вертикали. Зарисовываем. От нижней клеточки по диагонали вниз вправо, еще одну клеточку вниз, зарисовываем две клеточки. От нижней клеточки по диагонали вниз вправо, зарисуем одну клеточку. И от этой клеточки вниз по диагонали вправо, еще одну клеточку. Теперь от этой клеточки по диагонали вниз вправо отмечаем клеточку, еще одну вправо. Здесь зарисовываем две клеточки по горизонтали. От крайней клеточки вниз по диагонали вправо зарисовываем еще одну клеточку. И от этой клеточки по диагонали вниз вправо ставим точку. И вот эти две точечки соединяем. Здесь рисуем полосочку. И в этой полосочке получается 7 клеточек. Можно проверить. Вот такой простой контур мишки. Теперь в каждом ушке, вот здесь по диагонали, ставим точечку, зарисуем клеточку. Вот смотрите, здесь получается от уголочка по диагонали вниз влево, а здесь от уголочка по диагонали вниз вправо пропускаем одну клеточку и одну здесь в ушке зарисуем. Теперь нарисуем глазки мишки. Здесь, вот от этого уголочка, находим полосочку где-то посередине мордочки. Вот нижняя клеточка, уголочек. От этого уголочка перепрыгиваем три клеточки влево на четвертой. На четвертой сюда. Ставим точечку и рисуем глазки. Это будет квадратики, четыре клеточки, два на два. Раз, два, три, четыре. Раз глазик. Закрасим сразу. И второй глазик от этого уголочка три клеточки вправо пропускаем. На четвертую ставим точку вверх, вправо, вниз. И зарисовываем здесь четыре клеточки. Это глазки. Теперь будем рисовать мордочку, носик. От уголочка глазика, вот справа, по диагонали вниз, влево отмечаем клеточку. И еще одну вниз, рисуем полосочки. От этого уголочка, по диагонали вниз, вправо отмечаем клеточку. Еще одну вниз, рисуем полосочку, две клеточки по вертикали. Теперь нужно нарисовать носик и ротик. Вот находим серединку. Внизу эта борода, находим серединку. по 3 клеточки справа и слева, перепрыгиваем одну клеточку вверх, ставим точку, и от этой точки одну точку влево и одну вправо. Всего 3 клеточки здесь зарисуем. Теперь у этих 3 клеточек находим серединку, одна клеточка вверх, зарисуем одну клеточку, и от этой одной клеточки, здесь нужно нарисовать, носик будет квадратик 3 на 3 клеточки, то есть 1, 2, 3 в высоту, 3 клеточки слева и 3 клеточки справа, вот всего 9 клеточек носик, нарисуем здесь такой большой квадратик. И у этого носика, справа и слева, еще под на клеточке зарисуем, здесь посерединке находим клеточку, одна клеточка, и здесь еще одна клеточка, вправо, посерединке, вот уже похоже на мишку. Я уже подготовила вот несколько вариантов таких контуров, сейчас мы будем эти контуры немножко делать разными. Этот мишка будет с полосочками на лбу, вот верхний край рисунка, полосочка из 5 клеточек, от правой клеточки идем влево на одну клеточку, останавливаемся, одну клеточку перепрыгиваем вниз, ставим точку, еще одну точку вниз, здесь зарисуем 2 клеточки, от этой клеточки перепрыгиваем влево через одну клеточку, отмечаем клеточку еще одну вниз, Зарисовываем здесь полосочку. От нижней клеточки этой полоски вниз по диагонали вправо отмечаем клеточку. Еще одну вниз. Зарисовываем две клеточки. От этой нижней клеточки по диагонали вниз влево. Еще одну клеточку вниз. Здесь зарисуем вот такие две клеточки. Теперь я беру светло-коричневый фломастер. Нарисую контуры здесь на носике, будет светлое пятнышко. И здесь бровки будут светленькие. От уголочка глазика, верхний правый уголочек, одну клеточку перепрыгиваем вверх. Здесь ставлю точку и зарисую здесь одну клеточку. От этой клеточки по диагонали вниз вправо ставлю точку. И еще одну вниз. Зарисую здесь две клеточки. Здесь от верхнего уголочка слева глазика мишки перепрыгиваю одну клеточку вверх и влево. Ставлю точку и закрашиваю здесь одну клеточку. От этой клеточки по диагонали вниз влево и еще одну клеточку вниз отмечаю. И закрашиваю здесь две клеточки. Итак, теперь контур носика нарисуем. Вот эти точечки соединяем. Вот этой полосочкой от уголочка слева. Рисуем контур 1 клеточка влево, 3 клеточки вниз, 1 клеточка вправо, 1 клеточка вниз, 1 клеточка вправо и 1 клеточка вниз. от ротика одна клеточка вверх1кл в направо 1кл вверх 1кл вправо 3клеточки вверх и одна клеточка влево и вот эту мордашку ему зарисую светлее фломастером светло-коричневым теперь я беру тёмно-коричневый фломастер и все остальную часть мордашки я Я закрашу темно-коричневым фломастером. Вот такой медведик у меня уже получился. Но мне кажется, он темноватый. Сейчас я попробую закрасить медведика другими цветами. Я подготовила еще вот такую схему. Смотрите, как будет меняться медведик. Вот носик, контур медведика. Все точно такой же, как и в этом рисунке. Сейчас легким движением руки мы сделаем из него медведицу. Сначала я возьму зеленый фломастер, нарисую глазки немножко зелененькие. Это будет по одной клеточке в каждом глазу. Вот от этой полосочки, это у нас носик. Здесь по диагонали вверх вправо зарисую одну клеточку. А от этой клеточки по диагонали вверх влево зарисую одну клеточку. Теперь берем черный фломастер. И тоже делаем сначала глазки из четырех клеточек квадратики. Обводим. И здесь еще три клеточки. Зарисуем, чтобы получились квадратики. Вот глазки такие же, как у этого медведика. Дорисуем по одной клеточке всего лишь. Здесь от этого уголочка одна клеточка вправо. Дорисовываем. От этого уголочка одна клеточка влево. Дорисовываем. Теперь делаем медведяку улыбочку. По одной клеточке справа и слева дорисовываем от ротика. И от этой клеточки вверх по диагонали вправо зарисуем одну клеточку. От этой клеточки по диагонали одну клеточку вверх влево. Зарисовываем. От этого уголочка глаза идем одна клеточка вверх. Перепрыгиваем. И одна клеточка влево. Здесь зарисуем одну клеточку. От этой одной клеточки по диагонали вверх влево. Еще одну клеточку вверх. Зарисуем здесь две клеточки. Теперь такую же полосочку левее через одну клеточку нарисуем. То есть перепрыгиваем на одну клеточку влево. Зарисуем здесь две клеточки И от нижней клеточки по диагонали вниз влево Здесь зарисуем одну клеточку И теперь, что еще нас любят делать Многие девушки рисуют красивые брови Нарисуем мишки красивые брови От вот этой верхней клеточки Перепрыгиваем одну клеточку вверх И одну клеточку вправо зарисуем Вот так нарисуем Две клеточки по горизонтали От этой клеточки, от глазика, перепрыгиваем одну клеточку вверх, ставим точку и одну клеточку влево. Вот у мишки уже красивые брови. Этого медведика я зарисую фломастерами посветлее. Сейчас возьму самый светлый фломастер. Он больше на ранжевый похож, но ничего. Нарисуем контур мордочки. Вот здесь полосочка. От нижней клеточки, от уголочка, одна клеточка влево. Три клеточки вниз, одна клеточка вправо, одна клеточка вниз. От этого уголочка одна клеточка вправо, три клеточки вниз, одна клеточка влево, одна клеточка вниз. Вот эту мордочку зарисуем светлым фломастером. Я беру коричневый фломастер потемнее и зарисую основную часть мордочки коричневым фломастером, но уже потемнее. Вот такие две мордочки медведей я уже нарисовала. Смотрите, есть мордочка посветлее, есть мордочка потемнее. Кому какая нравится, выбирайте. И сейчас я буду рисовать еще два варианта. Вот у меня подготовлен еще один контур. Этот контур немножко отличается от этого. Здесь у мишки щечки более пухлые. Смотрите, верхняя часть такая же. А вот здесь вместо двух клеточек по одной, здесь я продолжила полосочка от 3 клеточки и идут 2 клеточки. Все остальное такое же. Сейчас из этого мишки сделаем хмурого грозного мишку. Берем черный фломастер и рисуем бровки мишки. От глазика, от верхней клеточки, вот здесь слева, перепрыгиваем одну клеточку влево, ставим здесь точку. И еще одну точку вверх и рисуем полосочку из двух клеточек по вертикали. Теперь такую же полосочку нарисуем левее, через одну клеточку. От этой клеточки перепрыгиваем одну влево, ставим точку, еще одну вверх, рисуем еще одну полосочку из двух клеточек. От этой клеточки поворачиваем по диагонали вверх-вправо, ставим точку, еще одну вправо, рисуем полосочку уже по горизонтали, две клеточки. И от этой клеточки по диагонали вверх-вправо еще одну клеточку зарисуем. Теперь от вот этой полосочки по диагонали вверх-влево ставим точку, еще одну влево, зарисуем две клеточки. От этой клеточки по диагонали вверх-влево зарисуем одну клеточку. Теперь этому мишке на щечках еще нарисуем полосочки. От вот этой полосочки, вот две клеточки, нижняя длинная, одна клеточка, две клеточки, вторые две клеточки, от вот этой полосочки, по диагонали вверх-влево отмечаем клеточку, зарисуем одну клеточку. От этой клеточки поворачиваем по диагонали вправо и вверх, всего нужно зарисовать три клеточки. И с другой стороны, вот находим полосочку, две клеточки, от нее по диагонали вверх-вправо, отмечаем клеточку и зарисовываем одну клеточку. От этой одной клеточки по диагонали вверх-влево отмечаем клеточку и вверх по вертикали зарисовываем три клеточки. И этого мишку я закрашу тоже светло-коричневым фломастером. Сначала мордочку посветлее, обвожу контур. Вот здесь середину мордочки закрашиваем светло-коричневым фломастером, а всю остальную часть мордочки я закрашу коричневым фломастером потемнее. Вот такой серьезный мишка у меня получился. О чем-то серьезном задумался. Вот сравните, какие два мишки. Этот улыбается, а этот нахмурился и очень серьезный. Подсветуйте, мишки одинаковые. А сейчас я нарисую четвертого мишку. Этот мишка будет улыбаться. Вот этот контур одинаковый для всех мишек. Сейчас делаем из него улыбающегося мишку. От ротика, вот вправо, отмечаем клеточку и закрашиваем. Теперь от этой клеточки вверх по диагонали одну клеточку зарисуем. Еще от этой клеточки по диагонали вверх вправо еще одну клеточку зарисуем. Теперь с этой стороны ротика еще одну клеточку влево. От этой клеточки по диагонали вверх влево зарисуем клеточку. От этой клеточки еще одну по диагонали вверх влево клеточку зарисуем. Теперь зарисуем еще одну клеточку вот здесь, то есть на уровне глазика нижней клеточки, возле этой полосочки, зарисовываем одну клеточку. И здесь на уровне нижней клеточки глаза, возле боковой полосочки контура, зарисовываем одну клеточку. Теперь от уголочка глаза идем вправо на одну клеточку и вверх ставим здесь точку. От этой клеточки по диагонали вверх-влево зарисуем еще одну клеточку. Теперь с этой стороны от глаза одна клеточка влево перепрыгиваем и одну клеточку вверх. Отмечаем клеточку, закрашиваем. От этой клеточки по диагонали вверх-вправо закрашиваем еще одну клеточку. От верхней полосочки из пяти клеточек, от крайней клеточки, вот здесь справа, идем влево на одну клеточку, и одну клеточку вниз перепрыгиваем, ставим точку, еще одну клеточку вниз отмечаем, и закрашиваем здесь две клеточки. От нижней клеточки по диагонали вниз-вправо зарисуем еще одну клеточку. Такую же полосочку нарисуем левее. Вот от верхней клеточки перепрыгиваем одну клеточку влево, и вниз зарисуем здесь две полоски. От нижней клеточки по диагонали вниз-влево отмечаем клеточку и зарисовываем. Теперь я мешку буду закрашивать карандашиком. Беру коричневый карандашик. Всего лишь одного цвета. Если у кого-то нет хорошего коричневого фломастера, чтобы равномерно закрасить медвежонка, можно взять карандаш. Зарисуем контуры. Здесь от этой полосочки вверх-вправо, вверх-вправо, вниз-вправо-вниз. Здесь носик будет немножко по-другому закрашен, по сравнению с другими мишками. Теперь от вот этой клеточки, от уголочка, вправо две клеточки, вниз три клеточки закрасим. От этого уголочка влево две клеточки и вниз три клеточки. И вот эту мордочку нужно карандашиком аккуратненько, равномерненько закрасить. А остальную часть мордочки, мишки, точно так же закрашиваем, но уже в два слоя. Немножко потемнее делаем зарисовку. Если в два или в три слоя закрашивать карандашиком, получается цвет потемнее. Вот такой мишка. Получился, если его закрашивать карандашом. Тоже очень-очень хорошо, мне кажется, смотрится. В видео я показала вам четыре мишки. Сравнивайте. Это был мишка номер один. Это улыбающийся мишка. Это мишка грозный. Это тоже мишка улыбающийся. Карандашиком я его закрасила. И вот такой еще один мишка. Я его на видео не показывала. Вот тоже темным фломастером я его закрасила. Но мне кажется, которые посветлее мишки все-таки смотрятся немножко лучше. Вот таких пять мишек я уже нарисовала. Все они немножко разные. Разного цвета. Есть темный, посветлее. Есть карандашиком мишка нарисованный. Экспериментируйте, срисовывайте. Если вам неудобно срисовывать мишек с моего ютуб-канала, можете зайти на сайт. Адрес будет внизу под видео. И срисовать картинки с моего сайта. Кстати, нарисовать мишку мне посоветовала Кристина Зинина, моя подписчица. Привет, Кристина Зинина! Напиши, пожалуйста, в комментариях, понравились тебе мои мишки и какой больше. Если нравится, как я рисую, мои рисунки, мои идеи, не забудьте поставить лайк. Так вы поддерживаете мой канал. Кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик возле кнопочки подписаться, чтобы не пропустить мои новые видео. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok